Сегодня я хочу обсудить с Вами довольно интересную статью под названием «Паразиты, которые живут в Вашей постели и рядом с ней». Мой дом – моя крепость, а кровать в ней – главный бастион. Так говорят настоящие домоседы и совершают ужасную ошибку. Ведь кроме них, в их крепости живут миллионы микроорганизмов, многие из которых могут спровоцировать серьезные заболевания. Так что, прежде чем спрятаться от ужасов, кризиса, проблем на работе и любовных неудач под одеяло, убедитесь, что там Вас не поджидает какая-нибудь зараза. Здравствуйте, мои хорошие! Бактерии в постельном белье. Каждый из нас хоть раз слышал о множестве бактерий, которые скапливаются в постельном белье во время использования. Но мало кто задумывается о том, чем именно грозит сон на несвежих наволочках и простынях. Американские исследователи решили восполнить этот пробел в образовании и взяли на анализ 50 подушек студентов из 25 колледжей. И в каждой из них обнаружили 350 тысяч колоний бактерий и 91 тысячу скоплений грибков. Больше всего в подушках нашлось возбудители дизентерии Шигел, бактерии из носоглотки Маракселла катаралис, вызывающих бронхит и пневмонию, и спор Кладоспориум молдс – грибковых микроорганизмов, провоцирующих аллергические реакции. Кстати, в среднем мужские подушки оказались грязнее женских – 480 тысяч колоний бактерий против 290 тысяч соответственно. А в самом грязном образце нашли 170 миллионов микроорганизмов – это хуже чашки Петри. Бороться с такими колониями можно кипячением или длительным проглаживанием постельного белья. Впрочем, тревогу стоит бить только тем, у кого ослаблен иммунитет. Здоровые люди от таких бактерий так просто не заболеют. А вот детям, больным и пожилым людям стоит менять постельное белье хотя бы раз в неделю. И обязательно после них проводить термическую обработку белья или сдавать его в химчистку. Пылевой клещ в матрасе Этот паразит наверняка поселился в вашем матрасе, подушках и одеялах. Ведь теплое, влажное место для него – настоящий рай. Недаром, по статистике, в каждой кровати обитает в среднем 2 миллиона этих насекомых. Глазу они не видны, только под микроскопом. Так что не пытайтесь перетряхнуть свой матрас и найти их под подушкой. Кровь тоже не пьет и не кусается, но вызывает серьезную аллергию, конъюнктивиты, насморк, кашель, а также кожные заболевания, сопровождающиеся сыпью и зудом. Лучшие условия для клеща – влажность свыше 60% и жаркий воздух. Поэтому летом их всегда больше, чем зимой, а в помещении они встречаются чаще, чем на улице. Даже в самых тепличных условиях пылевой клещ вряд ли протянет дольше 30 дней. Но за это время самка отложит 30 яиц, а самец произведет фекалии в 200 раз больше собственного веса. Кстати, именно из-за этого за 10 лет использования вес матраса увеличивается в 2 раза. Килограммов добавляет пыль, мертвые пылевые клещи и их экскременты. Бороться с пылевыми клещами в своей кровати можно и нужно. Для этого поддерживайте влажность воздуха в комнате на уровне 30-50%. Регулярно проводите влажную уборку с использованием 20% раствора поваренной соли или хлорсодержащих моющих средств. А еще зимой можно вывесить одеяло и подушки на балкон на несколько часов, на холоде пылевые клещи умирают или впадают в анабиоз. Одежду не по сезону храните в целлофановых пакетах и поменьше используйте покрывало и мягкую мебель в спальне, лишние пылесборники там ни к чему. Черная плесень на стенке Кровать стоит вплоть к стенке, а нет ли у вас под обоями или за навесным потолком черной плесени? Во многих квартирах, особенно в панельных домах, в стены заселили микроорганизмы Aspergillus niger, которые вызывают аллергию, астму и другие тяжелые заболевания дыхательных путей. Конечно, лучше всего задуматься об этом еще до переезда и покрыть стены антисептической грунтовкой, но если денег на капитальный ремонт у вас нет, а жить с грибками все-таки не хочется, можно избавиться от них и подручными средствами. Например, пробрызгать пораженной плесенью участок стены из пульверизатора раствором масла чайного дерева, ложка на стакан воды. Кроме того, устранить плесень помогают уксус, пищевая сода, перекись водорода и концентрированный раствор хозяйственного мыла, содержащего щелочь. Главное во время уборки надеть не только перчатки, но и респиратор, и по возможности прикрыть все ковры и диваны, в которых могут спрятаться счищенные с насиженного места споры. Грибок в тапочках Спустили ножки с кровати и засунули их в пушистые тапочки? Тут вас поджидают грибки трихофитон рубрум, эпидермофитон флакхозум. По данным Всемирной организации здравоохранения, грибковыми заболеваниями страдает каждый пятый житель планеты, а самая распространенная из них – микозы стоп и кистей. Заразиться грибком очень легко, у больного человека много спор в эпителии, частички которого попадают в окружающую среду. Самые опасные места с точки зрения вероятности заражения – бассейны и общественные сауны. Кроме того, не стоит надевать чужую обувь, в том числе и тапочки в гостях, или донашивать за кем-то носки и колготки. Споры грибков есть практически во всех ваших тапочках и то, что вы до сих пор не заболели – заслуга хорошего иммунитета. Но стоит ему немного ослабнуть, а раздражение, трещины, пузыри и корки на ногах тут как тут. Грибки очень чувствительны к изменению состава пота в силочную сторону и тут же активизируются, стоит организму дать сбой. Также причиной обострения грибковой инфекции могут быть заболевания сосудов и недостаток в организме определенных витаминов и микроэлементов. Грибковая инфекция любит теплую, влажную среду, но не боится и морозов. Так что вынос тапочек на балкон Вам не поможет. Только хорошая стирка при высоких температурах лучше кипячения. Идеальный вариант – носить дома носки, их легче кипятить, или менять домашнюю обувь раз в месяц-полтора. А для туфель и сапог купите в обувном магазине дезинфицирующий спрей. Коврик с кишечными палочками. Итак, старые тапочки Вы отправили в мусорку, новые еще не купили. И думаете, что теперь уже опасность миновала? Как бы не так. Британские ученые провели исследование прикроватных ковриков и опубликовали результаты лабораторных анализов. Оказалось, что Ваши ножки, свесившись с кровати, попадают в настоящее мессиво из стафилококков, кишечной палочки и других бактерий, которые могут вызвать, например, пневмонию и заболевания желудочно-кишечного тракта. Правда, британцы в домах, в которых брали образцы, как оказалось, большие грязнули. Примерно сорок процентов из них носят дома уличную обувь. Но переобувания в коридоре не спасут Ваш прикроватный коврик от бактерий. В идеале, конечно, все коврики в доме должны быть изготовлены из пластика, например, такие, как используют в спортзалах для занятий йогой. Если яркие и легко моющиеся дорожки никак не вписываются в интерьер, выбирайте коврики с коротким искусственным ворсом. Их легче вымыть при помощи антибактериального шампуня. А на этом на сегодня все. Ссылка на первоисточник будет в описании под этим видео. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья Вам!